Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 августа, наконец-то выглянуло солнышко, потому что вчера и позавчера снимала в домашних условиях. Многие просят, показывайте на кусту, какое тут показывать на кусту, куда у нас был ливень сплошняком. Не то что видеосъемку снимать, выйти, помидоры даже я не выходила обирать. Хотя время уже поджимает, все томаты уже зреют очень-очень быстро. Также срок подошел. Вот я сейчас подошла, чтобы описать два сорта, очень хорошие, очаровательные. Вот этот сорт Мисс Америка, это будет следующий видеоролик, и вот этот сорт, это фартовый. Если Мисс Америку я выращивала много лет уже, но она у меня уже очень давно, то фартовый я посадила в первый раз, и я все эти дни не снимала томаты специально. Я вот нижние кисти сняла уже давно, а эти не снимала, чтобы показать вам, как он выглядит, но они уже начали опадать. Я еле-еле дождалась, когда кончится дождь. Я сейчас вам покажу. Я его посеяла, как я уже сказала, первый раз, и пачку за полгода я уже куда-то не знаю дела, не могла сегодня найти, поэтому я вам просто расскажу. Он высокий, высокорослый, то есть индетерминантный. Вот у меня вырос метр пятьдесят пять, метр шестьдесят, как и заявлено производителем. Но в теплице, будьте осторожны, вырастает больше двух метров. А в одной статье я прочитала в интернете, что может вырасти и до трех метров. Но это хорошо тем, кто любит индетерминантные сорта, потому что из-за такого вот продолжительного роста увеличивается урожайность. Урожайность указана девять килограммов с одного куста, не с квадратного метра, а с одного. Но это естественно, если вы создадите хорошие условия, если он будет расти, расти и расти. А вот у меня вот он, видите, вот до такого дорос. И вот эти вот маленькие кисточки, которые в теплице еще поросли бы, я буду уже убирать и буду прищипывать. Я возьму только вот те, которые сейчас поспели, и те, которые поспеют вот эти уже налившиеся, которые полноценные плоды. Но резерв у него есть. Если будете выращивать в теплице, будет очень много плодов. Это сорт фартовый, который нужно и посынковать, и подвязывать, и все-все вот эти стандартные меры ухода. Короче, весь уход он от вас потребует, чтобы было много плодов. Я вам рассказала вкратце, какой он есть. Но это ясно, что он высокий, значит, его можно выращивать в теплице. Я вот один вырастила, два куста посадила в теплице, а несколько вот здесь. В теплице они уже доросли. Ну, в теплице я, конечно, их уже обобрала, они поспели уже давно. Но единственное, что вот эти высокорослые, вот он у меня, видите, в открытом грунте он тоже вызрел. Он указан как универсальный, плоды тоже можно и солить, но вообще они салатного назначения. Они такие, сейчас сыр воден покажу вам. Они такие 125-180 грамм указывают. Ну, такой вот средний, хороший середнячок. Он вкусный, хороший томат. Но я вам хочу, именно хотела показать то, что у него много кистей, и он все выше, все образовывает, образовывает кисти. Хотя уже далеко не лето, не разгар лета, а конец лета. Сейчас вот обойдем осторожно. Ой, подождите. Я сейчас пройду. Так. Покажу вам еще крайний. Вот видите, у меня здесь он вообще уже завалился весь. С той стороны, что ли, обойти. Я не знаю, как вам его показать, чтобы он выглядел выгодом в свете. Видите, сколько томатов. Они все идут и идут выше, выше и выше. И тут еще образовываются. Ну, вот, короче, это сорт фартовый. Он не крупноплодный, такой средний. Около двухсот кружится вес. Нижние кисти, правда, были неблагоприятные условия, как и у всех. Были маленькие, поменьше плоды. Но потом он разошелся и дал такие хорошие, полноценные, крупные плоды. Я с ним знакомлюсь впервые, на будущий год буду садить еще раз. Возможно, погода будет лучше, он меня удивит еще больше. Все, до свидания.